Всем привет! В этом ролике будем зарабатывать миллионы не самым простым способом. Чтобы усложнить себе задачу выполнения данной миссии, я отправился в таксопарк, чтобы арендовать машину такси и начать работу. На моём персонаже дорогая одежда, борода и всё остальное. Смысл в том, чтобы пассажиры оставляли чаевые. Поэтому мне сперва нужно было поменять внешний вид и начать свой день с полного нуля. Меня зовут Мурма, мой промокод для бонусов GTA 5 RP – Мурма. Как начать играть, можешь найти ссылку в описании. Приятного просмотра! Персонаж полностью изменился, закупил ему одежду. И, конечно, сделал его таким, кого вы видите на камере. Сходства вроде присутствуют. Отправляемся из магазина одежды прямиком на мою ласточку. Выхожу на охоту в такси, и игроки ещё не подозревают, к чему будет склонна моя доброта. Первая точка, куда я отправился, это была больница. Там часто появляются всякие больные, которых нужно куда-либо отвезти. Но мне как-то не повезло, и было пусто. Завёл свою ласточку и полетел в город. В городе точно будут заказы. Но пока их не было, я стоял у банка. Там было много людей и факт того, что кто-то желает прокатиться в ИСОК. Лазил в КПК и ждал заказ, как ко мне прыгнул первый пассажир. Цен я не знаю от слова совсем. Я даже стал спрашивать, сколько мне брать с него за поездку. И поставил минимум в 100 долларов. Его это, наверное, смутило, и он накинул мне 500. А чё так дёшево-то? 445. Эо, нормально. О, ничего себе. Спасибо большое. Цену больше ставь. Я понял. Пока мы ехали, он мне объяснял за цены и где лучше стоять, чтобы больше заработать. Ладно, я сейчас посмотрю. Давай. Ой-ёй-ёй, аккуратно. Он не обиделся, что упал на землю, я заработал 500 чаевых и был доволен. Отправляемся на следующий заказ. На заказы с КПК всегда весело ездить, встречаются различные персонажи. Даже вот знаете, как жизни. Да я тебе, братан, бы полжизни отдал. Но как дело доходит до финала, куда-то пропадают такие люди. В общем, сейчас сами всё увидите. Здорово, братуха. Здравствуйте, здравствуйте. Куда вам? Здесь 50, наверное. Чё себе, у тебя дешёвые расценки. Да я не знаю даже, сколько ставят по счётчику. Только вот начинаю, так сказать. А чё, реально мало? Заряжай косарь, заряжай всё. Да не, ну это много, мне кажется. Я бы вот тебе косарь зарядил, ты бы отказался. Ставь 200 за километр. Чем больше, тем лучше. Я бы согласился за косарь. Ладно, на будущее, может. Всё, спасибо, давай. Ой, давай. Ставь косарь в следующий раз. Сам даже сотки не дал. Вообще КПК дело такое. То есть заказы, то их нету. А вот бывает стоишь в ожидании чуда, что кто-то закажет такси. Конкуренция, кстати, лютая тут. Нужно прям постараться урвать пассажиры. У меня получилось. Человек, к которому я приехал, был сладкий. Не подумайте лишнего. Просто сладкий тот, кто даёт на чай. О, здесь должен быть богатенький какой-то. Здравствуйте. Что ж такое-то? Ну, 50. Чё-то ж не спросит. Тыч-тич. Ничего себе. Спасибо большое. Вы прям щедры как-то ко мне. Нормально. Сколько я взял? 9? Там отменят сейчас, пока я доеду. Случайно взял заказ за 9 километров от меня. Это очень далеко. За это время клиент может отказаться. Но уже никуда не денешься и пришлось преодолеть этот путь. Пока ехал, даже посещали такие мысли. Я вот еду, он меня уже бесит, этот чел, который стоит. Но если он даст тысячу... Может, эта ситуация поменяется. Почти приехал к клиенту. Если бы я знал будущее, не поехал бы на этот заказ. Он вам может показаться крутым типом. Но на моём пути вы увидите его с другой стороны. Здрасте. Здорово. Так, получается, нам что надо ехать? 400 сделаю. Принимайте, там должна точка появиться вроде. Нормальная сумма? Я просто не знаю, сколько там денег стоит. Остановись. Остановись пока, Мисс. Выйди смешные. Выйди смешные. Так. Вы меня грабить будете? А, ничего себе. А я уж что-то, знаете, даже сикнул немного. Спасибо большое. Мало берёшь, брат, мало берёшь. Я вот вам даже завидую, что вы не знакомы с данной ситуацией. Но скоро всё прояснится. Мы ехали на точку, куда он сказал ехать. Общались на разные темы. Он мне рассказывал, как правильно таксовать. Сколько брать денег и прочее. В целом, я сразу чувствую людей, с которыми не по пути. И так хотелось его отвезти и забыть. В дороге он попросил мой номер. Вдруг нужна будет помощь такси. Он будет мне звонить и платить за поездки. Подумав, детей с ним не растить. А просто подзаработать можно. Согласился и дал ему номер. Уже на том месте он записал меня в контакты. И я уехал дальше ловить клиентов в КПК. О, здесь конкуренция таксистов. О, какой-то стоит. Здравствуйте. Здорово. 150. Как ваши дела? Как сегодня день? Нормально у вас чуха. Ты тоже нормально так вот немножечко катаюсь. И этот персонаж рассказывал о том, как ограбил магазин. Что у него банда есть и вообще он супер мужик. Довез его до почты. Так он чаевые и не дал. А я распинался и говорил, какой он славный. За черной полосой всегда есть белая полоса. Вот она у меня появилась. Взял заказ и поехал к тюрьме. Расстояние было большим. Но я думал сделать последний заказ, каким бы он не был, и уйти на обед. Как хорошо, что я не ушел раньше. Так, аккуратненько. Ой. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Сразу пристегивайтесь. 3,47. Ну, 200. О-о-о-о! Ё-ё-моё! Спасибо большое. А почему вы так щедрые ко мне? Он стал меня закидывать деньгами. Если я буду каждый раз добавлять звук, когда он перечислял, это будет так. У вас же не останется даже на бургер и на колу. Что происходит-то? Ну, хватит уже. У меня на счетчике уже 16 тысяч. Я так понимаю, пока мы не приедем, это не закончится, да? Можно вы еще по кругу, да, покататься, наверное? Да не, не, мне жалко ваш кошелек. Я не буду. Ой, спасибо. Спасибо вам. Да хватит уже. Спасибо большое. Вот это я прокатил. Он мне дал 17 тысяч. Просто 17 тысяч за поездку. Че у кого? Таксисты тоже едят. После этого золотого клиента я ушел на обед. Тут как бы грех не купить даже парочку бургеров после такого. Сразу, сразу это самое. Здравствуйте. Ни хрена себе. 50. Табанка его. Нормально. Ни хрена себе, гражданин! Что за щедрость? Ой, я аж столб сбил, блин. Ой, аж дверь выпала, извините. Я на радость их просто. Спасибо большое. Нормально. А че такие щедрые все? Такой только пришел сразу. За сколько я получил? За 30 секунд? Тысяч пять? После этого крупного заказа я поехал бомбить дальше. Моя копилка пошла хоть немного в рост. Далее я забрал, ну, полного новичка и отвез до штрафстоянки. Конечно, он мне ничего не дал. Да и я не ждал от него чаевых. Ну, а вообще цель была чисто психологическая. Ставить минимальную сумму поездки, облизывать комплиментами клиента и получать чаевые. Все шло хорошо. Добрался до больницы и появилась у меня первая клиентка. В чате на стриме ее узнали. Сказали ее имя и она была удивлена. Здравствуйте. Семь. Я даже не знаю. Ну, поставлю двести. Девушка, а вы под прикрытием, что ли? Почему? Ну, все какая-то, я не знаю, в темном. Лицо закрыто. Может, это... Мода такая. А, ну вот, я хотел сказать, мода такая. Как думаете, если я так оденусь, как вы, я тоже буду красивым или я и так красив? Если оденешься, как я, будешь, как все. Ой, да ладно вам. А почему вы не разговариваете, а на листочке пишете? В спецсвязи общаюсь. А, понял, извиняюсь-то, я не мешаю. Нас на поставке немного посносили. На поставке немного посносили, их говорит. Я верю в то, что вы всех разнесете. Если нам такие же люди серьезные, как вы, я думаю, вам не составит это труда. Ну да, они подготовились. Я вас сейчас зарядил положительной энергией, так что я вас верю, что все получится. Не сомневайтесь в этом, держите это в уме, и все будет хорошо. Спасибо, отличный таксист. Вам спасибо. Ой, это вообще спасибо прям. Тыщу все-таки дала. Ну, а в этот момент мне сказали, как ее зовут. Я очень давно встречал, похожую на вас, Ганда зовут. Это вы или не вы? Да, я. Ой-ой-ой. Мне тоже голос знакомый. Да это навряд ли. Пожелаю вам просто хорошего дня. Ой, спасибо большое. Вам спасибо, что в целом довезли. Ой, это я вообще аккуратен. Хорошего там, как говорится. Мне нужен был оригинальный подход, чтобы зарабатывать получалось побольше. Многие знают на моем канале Никифора Водочкина, и что он может исполнять. У меня получилось рассмешить парочку клиентов. Ну, а как это было, сейчас узнаем. Здравствуйте, сэр. Такси Лос-Анджелеса прибыло. С вами Никифор Водочкин. На связи ставьте мезучку. 3000. Соточка. Я немного пьяный, правда. Вы за меня обессудите. Мне тут накинули на бутылку водки. Я как ее охуячил, блядь. На бутылку пива бы, вот еще бы, чтобы она опохмел была. Было бы здорово. Начал я с простых действий Никифора, но как-то не клеился разговор. Пассажир молчал, и я чувствовал себя неловко. Но все прояснилось немного позже. Задание другому. Такому зданию? Вот в темной машине есть, вот там сзади стоит. Вот это что ли? Зад назад назад. А, назад. Я же не вижу какая там темная машина. Сейчас краба тут, прямо здесь. Вот туда, верни, да. А, штрафстоянка что ли? Ё-моё, сколько ему лет-то вообще? Такого малого я не ожидал увидеть в такси, да и вообще в игре. Главное, чтобы после этого он не спрашивал у отца, что такое опохмел, или бутылку водки не просил. Погнали дальше смотреть, какие заказы мне удалось поймать. А в целом, Никифор приносит движухи во всю нашу картину. Здравствуйте, старт. С лучшим жарным солнцем у вас сегодняшним, или с аргументационным ужасом? Бля, я пьяный. Поехали. Надеюсь, удовлетворил этой суммой. Как у вас там настроение? Ой-ё-ё-ё-ё. Это чисто в кармашек залетело мне что-то. Ой, ебать его, вывод, блядь. Аккуратнее, блядь, на поворотах-то там, блядь, гражданин. А вы чё, блядь, встали здесь, блядь, спортом займитесь? А, у него наушников нет. Распинался перед ним, придумывал смешные ситуации, а он всё это время был без наушников. Тут всё понял. Я отвёз его и забыл, как страшный сон. В общем, я на него обиделся и погнал дальше. Следующий персонаж мне, ну, очень понравился. Вот знаете, пообщались по душам. Сто процентов посмеётесь с моих доводов. Думал, Зак, и просижу здесь до вечера, блядь, в одиночестве в этом. Как у тебя сегодня твоё настроение? Честно? Спец называй. Это звездец. Повёл сейчас я девочку, раз машину утопил, вызвал, короче, ремонтников. У меня отремонтировал тачку, проезжаю 200 метров из моста, опять улетаю в воду. Короче, в минус косарево с этой девочкой. Как говорится, это самое, когда плохая полоса идёт, будет ты хорошая, правильно? Вот он, я же. Подгорел немножко, думал, ну, как так, два раза подряд утопить, а? Да у меня тоже такое было, бывает такое в жизни зажить. Член отсосал, а чё горевать-то, и у тебя отсосут, как говорится. Так что, блядь? А, проехал, да иди, блядь. Ну, с хорошим человеком заговорился, чё здесь. Всё, хорошего дня вам. Всё, отдушу тебе, спасибо. Спасибо, спасибо. Вот и наступили времена, когда не было клиентов совсем. Я просто катался, долго смотрел в КПК, стоял у больницы, и в такси не было нужны ни у кого. Потом, спустя время, появился заказ, и подобрал я парня в шапке-ушанке. Я тогда на него обиделся. Он со мной не разговаривал и денег не дал, но подвёз я его к особняку и зарядил он мне тысячу. Я обиду, конечно, снял с него. И потом в чате увидел от него сообщение, что не сразу узнал голос и пообещал ещё увидеться. Ну да ладно. Я поехал обратно к больнице и забрал следующего клиента. У меня ещё было много клиентов, которых я возил за полтинник. Были, которые закидывали прям хорошо. Было весело и плачевно. Смотри, сейчас будет полицейский разворот, и ты прям от машины стреляешь, давай. Так тут не в кого тут за нашу уже всё. А, уже, ну, своих не надо, да. Но вы, скорее всего, ждёте развязку с тем человеком, который просил мой номер. Да и я сколько играл, думал, когда же он мне наберёт. И такой момент настал. Я вам ничего говорить не буду про него. Только рассказывать о действиях. А вы сами решайте, кто из нас прав в этой ситуации. Алё, алё. Ты где? Я у почты. А, у почты, да, в городе, получается, да ты? Да, да. А, блин, где я стою? Я по трассе стою. По правой стороне карты? Да, да, по правой стороне. Не возле океана, а наоборот. Говорит, езжай, я на МКАДе, ты меня увидишь. Честно, был странный разговор. По его интонации было ощутимо, что я для него словно личный водитель. И помимо этого, словно ему денег должен и обязан его везде забирать и возить. Я на это закрыл глаза. Он объяснил, где его забрать, совершенно не ясно. На огромной дороге. На правой стороне. Ты меня увидишь. Как такую информацию можно понять, известно только ему. Это из разряда того, я вот вижу, что передо мной, почему ты не понимаешь, где я. Ладно, едем на МКАД за ним. Или от него? Здорово. Здорово, здорово, еще раз. Поехали. Прямо, пока прямо. А, понял. А куда тебе надо? Просто прямо, езжай пока. Такие меня менты, короче, уже остановили. Ага. А я убегать начал от них, короче. А что, натворил что-то, что ли? Я в МАНске был, короче, броники, еще автомат у меня нужен. И они, короче, за мной, давайте. 20 штук отдал им и уехал. Так, нам еще дальше, да? Да, да, да. Пока в полицейский час, ты можешь ехать? Мне здесь подождать-то, да? Да, давай здесь, подождите. Так, поехали, сейчас метку поставлю. Не торопись, езжай медленно. Я тебе 4 штуки дам. 4 штуки мне тут. Думаю, пока еду, похаваю. Скорее. Ааа, ну давай приятного. Началось все вообще непонятно. Полицейские его остановили по рассказу. Он от них удирал. Потом позвонил мне. Я приехал, и случилось это из-за того, что якобы он был в броне и маске. У меня вопрос. Зачем он поехал в полицейский участок? Почему сразу нельзя было поехать туда, куда ему нужно? Но это, конечно, его заморочки. Попросил меня ехать медленно. Потому что он ел. Ну да, я же никуда не спешу и готов провести с ним весь день. Уже становится понятно, что со мной он не считается как с человеком, у которого есть личные дела помимо него. Конечно, обусловлено все тем, что он платит деньги. Пообещал он мне 4 тысячи. Я был готов забыть о том, что было. Но мы приехали к штрафстоянке. И дал он мне всего 3 тысячи. Я подумал, ну с кем не бывает. Может ошибся и не дал той суммы, которую обещал. Да и я со своей воспитанностью не стал спрашивать и уехал. Но что будет дальше? Это умора прям. Буду ждать его звонка. Так, все тогда, если что, связь? Да-да-да, все, все, давай. Давай, удачи. Такой, я тебе 4 тысячи дам, а дал 3 тысячи. Обидно даже как-то. Я ему мог, конечно, сказать, дай ты еще, но я же не такой. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Меточку давайте и поехали. Да, сейчас. Ой-ой-ой, спасибо. А что, у вас в больнице приболели чуть-чуть? Да, есть, да. Здоровья вам крепкого. Здоровья вам, спасибо большое. Вы там себе оставьте таблетки всякие вот это. Опять звонок от чела. Алло-алло. Смотрите, сейчас выводим. Ну, сейчас у больницы стоит. Позови за мной вот на череп, желтый череп, поставь метку, убриться, да. Сейчас приеду. Блин, может ему сейчас сказать, типа ты мне 4 обещал, отдал 3, я что-то... Сейчас скажу. Так, это ты? Да-да. Так, покатаешься на просто вещи? Не сочти за грубость там, ничего такого. Ты мне обещал 4, отдал 3. А, да? Ебалдайте. Ну, не то, что, может, просто не досчитал. Ну, я как бы не обманываю, честно. В общем, спросил я его про деньги, чтобы понять, насколько у него работает совесть. Конечно, он мне ничего не дал, замяв этот вопрос словами про то, куда мне нужно ехать. Я его больше не мучил этим вопросом, и мы поехали до банка. Я его там ждал. Потом он сел и спросил меня, где ферма. В итоге мы поехали на ферму. Ему нужен был черный рынок. Когда туда приехали, он испугался вертолета. Мол, его могут повязать. Я плюнул на него и поехал прям туда. Уже прям калил этот персонаж с манией величия. Я показал ему черный рынок. Это здание, в котором продается разная запрещенка, типа отмычек. Он туда побежал и пропал. В итоге я стоял, ждал, а он там потерялся. Стал мне звонить и обвинять в том, что я уехал. Все из-за того, что он выбежал во двор с другой стороны. Времени я на него потратил крайне много. И в итоге он сказал мне за счетчик в такси поставить две тысячи за всю поездку. Получается, он мне торчал тысячу. А за это огромное время он дает мне всего лишь тысячу. Я человек не гордый и не стал с ним выяснять отношения. Он должен сам понимать, что делает, и не мне его учить. Отвез я его обратно. И пообещал себе больше от него трубки не брать. Как думаете, позволит ли ему совесть позвонить мне еще раз? Я думаю, вы думаете правильно. Можно с вами щелкнуть? Фоткайте, я улыбаюсь. Тихо нам. Такую красоту больше не найти нигде. Давай с нами. Во, во, во. С другой стороны встань. С другой стороны. С другой стороны? Все, понял. Да, вот, да, блядь, ты куда уебал? Поближе. Во, во. Во, давай. Блядь, я такой урод, что пойдешь я едва не клянусь. Я думал про меня. О, звонок от моего товарища. Ага. Не буду я тебя брать больше. Не надо мне тут. А давайте я ему скажу. Алло, ты где? У больницы. Придишь, забери меня. Не, братан, ты мне что-то в пигуо плачешь, я больше не поеду. Давай тогда. Давай. Ну, че, блядь. Нашел себе таксиста. Ладно бы платил нормально. Вечером у больницы бывает много народу. Случаются и вот такие передряги. Давай, давай. Таксист, пять тысяч долларов. Давай, давай, давай. Давай. Так, ну че, вывозить тебя? Ох, и знакомый голос. Какой знакомый? Все, брат, высаживай его, нахуй. Пятерка твоя. Пятерка моя. Подожди, я тебе 6 накинул. Подожди, подожди. 6 накинешь? Да, да, да. Подожди, подойдет. На, е, 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 е. Все, уже договорились. Посмотри, стой, 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 стой. Да не убивай, ты не банутый нахуй. Я отписываюсь от твоего канала. Я резко прерву эти крики. В итоге это был мой подписчик. Но на тот момент я думал, что он меня спутал с другим. И не стал удирать от бандитов. Бандиты сделали свое дело, а мне дали 10 тысяч. Спустя время я встретил вновь своего подписчика. Он был рад, что я заработал десятку. Он не в обиде, от канала не отписался. Я вытер пот с олба, и вы не волнуйтесь за наши с ним отношения. А так было еще много клиентов. Местами было весело, местами грустно. И не вижу смысла размусоливать, кто и сколько мне закинул. В конце дня у меня получилось заработать 123 тысячи долларов на такси. Это всего за 6 часов. На такой работе, где ты за заказ получаешь в среднем по 300 долларов. Без чаевых. Но мне улыбнулась удача. Вы были на первой части «В пути за миллионом на такси» в GTA 5 RP. Не забывай про лайк, если хочешь поскорее увидеть вторую часть. Пиши в комментариях свои мысли, что мне делать с заработанным миллионом. Надеюсь, и правда понравилось видео. Залетай на мой сервер Richmond. Ссылка и промокод в описании. Увидимся на следующем ролике. Пока-пока.